Здравствуйте, друзья! С вами Нина Самсонова. Мы продолжаем цикл передач о здоровой спине. Сегодня мы с вами поговорим о мышцах брюшного пресса и о том, как правильно их тренировать. Как вы помните из первого ролика, огромную роль в поддержании спины играют мышцы брюшного пресса. Если живот расслаблен, то основная нагрузка идет на мышцы спины и позвоночник. Итак, вернемся к самому началу и вспомним точки удержания спины. Самая первая находится как раз на прессе. Лобковая кость чуть-чуть подтянута к пупку, низ живота стремится внутрь. Подвздошная кость, это вот та косточка из таза, которая торчит у нас, находится на одном уровне с ребром. В таком положении вы уже почувствуете сильное напряжение в мышцах брюшного пресса. Вторая точка находится чуть ниже лопаток, напротив солнечного сплетения. Лопатки оттянуты вниз, точка давит вперед. Две точки направлены внутрь друг на друга. В таком положении ваша спина будет в полной безопасности. Задумываясь о физическом саморазвитии, каждый человек вспоминает об упражнениях на пресс. Наверняка и у вас есть куча знакомых, которые делают этот пресс по тысяче раз в день. Упражнения на пресс делают абсолютно все. Все спортсмены. Это важно как в единоборствах, так и в других видах спорта. Но делаете ли вы его правильно? Для того, чтобы правильно выполнить упражнения на мышцы живота, необходимо разобраться с механикой этого движения. Для того, чтобы сжать мышцы в одном месте, необходимо растянуть их противоположно. В нашем случае сжимая мышцы живота, мы растягиваем мышцы спины. Мышцы пресса вдавливаются внутрь, ребро стремится к подвздошной кости. Мышцы спины растянуты, спина округлая. Это стартовое положение нашего упражнения. При выполнении упражнений на пресс, мышцы пресса всегда должны быть в сжатом состоянии. Нельзя прогибать поясницу и растягивать их. Это вредит вашей спине. Самый часто встречающийся вариант упражнения на мышцы брюшного пресса – лежа на полу. Итак, стартовая позиция. Ноги на ширине таза. Стопы смотрят прямо. Подбородок опущен в еремную ямку. Поясница плотно прижата к полу и не отрывается. Спина круглая. Руки к ушам. Ни в коем случае не за шею. Движение производится с помощью приближения ребер к подвздошным костям. Спина становится более круглой. И на выдохе. Совершая округление спины и выдох, мы как бы углубляем мышцы пресса, прижимая ими позвоночник к полу еще сильнее. Амплитуда этого упражнения очень небольшая, но вы почувствуете мышцы пресса, как никогда раньше. А теперь я покажу вам, как этого делать не надо. И мы рассмотрим самые частые ошибки в упражнениях на пресс. Первая. Прогиб в спине. Вторая. Чрезмерная нагрузка на шею. Третья ошибка. Резкий подъем при завершении упражнений. Второй часто встречающийся вариант тренировки мышц пресса – это различные подъемы ног при статичном корпусе. Давайте рассмотрим. Выполнение подъема ног является куда более трудным, чем подъем корпуса. Очень многие люди жалуются на боли в спине, выполняя подобные упражнения. Сейчас мы поймем, почему. При выполнении упражнения подъем ног необходимо соблюдать все те же меры безопасности, что и при подъеме корпуса. А именно, поясница должна быть плотно прижата к прессу. Вся площадь позвоночника от крестца до начала лопаток должна быть неизменно прижата к полу и ни на один миллиметр не отрываться. Прижимаем мы это прессом, вдавливая его внутрь. Поднимаем ноги на высоту, которую вы способны удерживать прессом, поясницу, неотрывно от пола. Плавно опускаем до того положения, в котором подобное удержание все еще возможно. Это упражнение можно делать как в статическом режиме, так и в динамическом. Делать множество повторов в более высокой скорости. Основная ошибка в этом упражнении – это отрыв поясницы от пола. Именно из-за этого болит спина. Для дискомфорта в спине достаточно даже небольшого отрыва – 1-2 миллиметра. Соблюдая механику движения, вы можете эффективно выполнять это упражнение в любом положении. Если у вас есть проблемы в шейном отделе, во время выполнения упражнения в горизонтальном положении, вы можете делать это упражнение сидя. Садитесь на скамейку или на пол. Спина чуть округлая, мышцы пресса сжаты, немного вдавлены внутрь. Ребра стремятся к подвздошной кости. Движение выполняется на выдох. Можно делать без рук. Знаете, почему этой белочке такое лицо? Она неправильно качает пресс. Будьте здоровы, делайте все правильно. С вами была Нина Самсонова. Подписывайтесь на BlanSvet и будьте здоровы. Проблема здоровой спины является одной из самых главных среди современных жителей Земли, особенно среди жителей мегаполисов. Это касается и спортсменов. Какие же проблемы влечет за собой нарушение осанки? Если мы обратим внимание на людей, которые ходят мимо нас на улицах, в спортзале, в офисе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова